Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме, прокомментировал предстоящие выборы президента. Я Светлана Обратнова. Здравствуйте. Российский премьер сказал сегодня, выступая перед депутатами, что борьба за пост президента будет серьезной. При этом, как он отметил, власть не собирается отвлекаться на спекуляции и пустые конфликты. Хотел бы специально подчеркнуть это в этом зале. Мы никогда не превращали политическую борьбу в войну и делать этого не собираемся. Мы с вами прекрасно понимаем, что сегодня у нас трудностей хватает. И если мы будем тратить время еще и на популизм, на спекуляции, раздувать пустые конфликты, то от этого выиграют только те, кого вообще вряд ли заботят, как будет жить Россия. В Госдуме Медведев отчитывается сегодня о работе правительства. Накануне стало известно, что никто из депутатов не собирается спрашивать премьера о нашумевшем расследовании Алексея Навального. По их словам, разговор пойдет о работе правительства, поэтому вопросы недвижимости будут неуместны. Кроме того, депутаты якобы не хотят делать лишнюю рекламу Навальному. Ранее подобный вопрос собирался задать депутат от КПРФ Валерий Рашкин. В марте он даже направил запрос в Следственный комитет, но руководство партии запретило ему спрашивать Медведева о недвижимости. Британский парламент сегодня будет голосовать за досрочные выборы и провести их 8 июня. Вчера предложила премьер-министр страны Тереза Мэй. Для объявления выборов необходимо набрать две трети голосов в палате общей. Это заседание начнется через час. Ожидается, что парламентарии примут предложение Мэй. Ранее представители оппозиции, как либо арийская партия, так и либерал-демократы, поддержали идею досрочных выборов. Тереза Мэй рассчитывает увеличить свое большинство в парламенте, чтобы вести переговоры по Брекзиту. То, что мы сейчас сможем сделать посредством этих выборов, это усилить нашу позицию на переговорах с Евросоюзом. Спасатели обнаружили тела двух членов экипажа, затонувшего в Черном море сухогруза «Герой Арсенала». Спастей удалось пока только одного моряка из 12. Поиски продолжаются при помощи двух вертолетов и семи судов. Спасатели также обследуют берег Крыма. Судно раскололось на две части и затонуло рано утром во время шторма в Керченском проливе. На борту находились 9 украинцев, 2 россиянина и гражданин Грузии. У спасенного моряка сильное переохлаждение. Сообщается, что спасатели потеряли из виду еще четверых членов экипажа, которых ранее не смогли поднять на борт из-за сильных волн. Сухогруз следовал из Ростовской области в Турцию с грузом зерна. Власти опасаются, что из-за крушения в море могут попасть 30 тонн топлива. В Гаге сегодня огласят решение по иску Украины против России. Из Гаги наш корреспондент Григорий Жигалов. Ожидаемый указ Международного суда ООН – промежуточное решение в деле Украины против России, которое сейчас рассматривается в Гаге. Киев обвиняет Москву в нарушении сразу двух международных норм. В первую очередь – Конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Украинская сторона пытается доказать, что Россия финансирует боевиков на Донбассе, дает им укрытие на своей территории, а также причастна к обстрелам мирных жителей и катастрофе рейса MH17. Еще одно обвинение – нарушение Конвенции о ликвидации дискриминации. И тут речь идет про Крым, где, как утверждает Киев, российская власть преследует крымских татар и украинцев. Россия убеждает, украинский иск не может рассматриваться в суде ООН, мол, суд не имеет для этого юрисдикции. Эксперты тем временем говорят, что несмотря на хорошую подготовку Украины, дело вовсе не очевидное. И все будет зависеть от того, какую именно трактовку Конвенции выберут судьи. После массовых акций протеста губернатор Новосибирской области сегодня отменил постановление о росте тарифов ЖКХ. Власти области собирались с 1 июля резко повысить цены на коммунальные услуги, причем тариф на воду должен был вырасти на 20%. За последние несколько месяцев жители области провели 7 протестных митингов, самый массовый прошел месяц назад. На главной площади Новосибирска собрались около 3000 человек. На акции выступил оппозиционный политик Алексей Навальный. Американские истребители поднялись в воздух для сопровождения двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95. Сообщается, что Ту-95 пролетели в 160 километрах от Аляски. Навстречу им с американской авиабазой были высланы истребители. Американские самолеты сопровождали российские бомбардировщики в течение 12 минут, после чего они ушли в направлении России. Это первый подобный инцидент после прихода в Белый дом президента Дональда Трампа. Таковы главные новости к этому часу. С вами была Светлана Обратнова. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok